Бог хочет всех спасением одарить, к себе приблизить и усыновить. Лишь бы раскаялся кровавый там старик, а внешне Бог силен воссоздать и вид. Мы слышали, что если бы Иуда, Искарионский, а не патриарх, раскаялся во всем и лучше бы прилюдно, то Иегова озолотил бы дьявол на страх. Доверимся словам новозаветним, что блудный сын опамятиться может. Любовью Богу вспыхнет, и при этом вдруг возопит «Прости меня, о Боже!» И радость водворится в небесах, и возликует ангельские сонмы, что Дух Святой преображает пса, вонь прошлую заменит благовониям. Безжалостные судьи так нужны, когда себя осудят беспощадно. Никто не осудил же той жены, ведь даже солнце украшает пятна. Неужто и народы с Адомитой, с Адольфом Гитлером и Сталином усатым мукой, не плевелами стали в Божьем сите, смогли б предсмертно поменять свой статус? В растерянности многие вздохнут, девясь неправдей Божьего решения, что Ленин изверг, огородный шут, таким казенным нет вовек прощения. Все протестует, быть того не может. Зачем же Богу эти людоеды? С таких живьем на живодерне кожу содрать и сжечь, развеявши бесследно. Но у Творца иная есть шкала, по ней и мне отмерено прощение. Все прошлое сгорает там дотла. Учение Христа превыше всех учений. 4 марта 2006 года.